На официальном сайте частной клиники Интасана пациентам обещают чуткое отношение и своевременную помощь. На деле одесситы столкнулись с беспрецедентной халатностью. Сергей Крыжановский скончался там в агонии после 10-дневного лечения. Его дочь Ирина описывает инцидент не иначе, как довели до смерти. Врачи Интасаны поставили моему отцу диагноз желчекаменная болезнь в острой форме и сказали немедленно необходимо ложиться на операцию. Он лег на операцию в тот же день, но почему-то операция в первые два дня не произошла. После того, как его оперировали якобы успешно, у папы три последующих дня текла желчь, обжигая все внутренности. Папе становилось все хуже. На наши просьбы обратить внимание, что у него недомогание, слабость. Врачи нас успокаивали, все хорошо. Несмотря на то, что жизнь висела на волоске и все знают, что такое желчь, она окисляет, разъедает. Тем не менее, было все затянуто. Все почему? Потому что и каждая последующая операция была проведена тоже вечернее время, позднее. Потому что врачи Интасаны ночью зарабатывают двойную ставку по зарплате. Семья Сергея Крыжановского, обеспокоившись поведением врачей клиники, обратилась к другому специалисту. Результаты осмотра привели родных в ужас. Главврач больницы готовил для нас свои дежурные диагнозы, что папа, если умрет, то всему виной будет диагноз либо тромб, либо сердце. Разочаровавшись полностью и не веря медперсоналу Интасаны, был приглашен заслуженный врач Украины Каштелян Михаил Арсеньевич, который, осмотрев папу, был в ужасе и указал на все ошибки врачей Интасаны, рассказал хирургам, что и как надо было сделать для последней операции, но, к сожалению, было уже поздно. Папа ее не перенес. Первые три дня такого лечения обошлись семье в 46 тысяч гривен. Дальше больше. Родственникам умершего сообщили, что с хирургом, который провел неудачную операцию, всего-навсего провели беседу. А в качестве компенсации разрешили не выплачивать расходы за остальное пребывание Сергея в клинике. Изучение документации врачей оставило лишь вопросы. Согласно материалам уголовного дела, клиника не брала у Сергея Крыжановского официального разрешения на проведение операции и анестезии. Не говоря уже о том, что если верить их записям, группа крови у пациента менялась дважды за 10 дней. Что это, оплошность или умысел, выяснит следствие. Руководство Интасаны, правоохранительные органы о смерти Крыжановского вообще не постояло в известности. Это пришлось делать родственникам умершего. Также есть подозрение, что произведен был служебный подлог, потому что результаты анализов и даты этих анализов сильно разнятся с теми, которые были выданы родственникам при жизни Крыжановского и после его смерти. В течение двух дней мы пытались связаться с представителями клиники, однако услышать их позицию нам так и не удалось. Сергей Крыжановский успел отпраздновать свой 57-й день рождения. Большую часть жизни одессит проработал на железной дороге. Редко жаловался на здоровье и больше всего мечтал вырастить внуков. Окончательную причину его смерти до конца октября установит независимая экспертиза. Также родственники умершего пациента направят обращение в Министерство здравоохранения Украины, где должны будут дать свою оценку действиям врачей частной клиники.